Мы находимся на форуме магазин 2021, CMT, самый центр Москвы. Разговариваем с нашими экспертами. Константин, вы уже отвоступались, вы рассказывали про тренды. И вопрос будет такой. Как ковид, возможно, поменял какие-то тренды? Расскажите, что у нас вообще нового грозит? Ну, на самом деле, ковид поменял тренды очень сильно на рынке. Можно говорить о разных аспектах. Это изменение каналов продаж, изменение продаж категорий, изменение покупательского поведения. В основе, конечно, лежат, наверное, такие базовые вещи. Мы стали, с одной стороны, меньше путешествовать. Мы просто были вынуждены меньше путешествовать. Соответственно, мы вынуждены были ходить в магазины у дома, в мини-маркеты, в супермаркеты. Соответственно, мы видим их рост. Мы начали больше заказывать онлайн. Соответственно, мы видим рост онлайн-продаж. Мы больше стали готовить дома. И это выражается в продажах очень конкретных категорий. Таких трендов, на самом деле, очень много. они часто подтверждают общие тренды, а иногда и опровергают, потому что с одной стороны мы говорим о том, что покупатель, например, экономит, но с другой стороны мы видим категории, в которых покупатель готов платить премиальную цену и спрос смещается в сторону верхнего ценового сегмента. Но помимо этого еще хотел бы подчеркнуть, что не все так однозначно с точки зрения экономии самой и в силу того, что покупатель переключается на премиальный сегмент в том числе, но и потому, что мы стали больше заботиться о себе, о своем здоровье и готовы за это платить. И вот что мы отчетливо увидели в одном из наших последних исследований про здоровый образ жизни, это то, что если 5-10 лет назад под ЗОЖем, под этой аббревиатурой мы понимали, как правило, диетические товары, вот ту самую полку в магазине, где представлены диетические продукты, то сейчас под ЗОЖем мы подразумеваем уже совершенно другое. Покупатель говорит о том, что для него здоровый образ жизни – это физическая активность, это занятие спортом, это отказ от вредных привычек, это потребление воды и, конечно, потребление здоровых продуктов. И это все в результате проявляется в магазинах, в том, какой ассортимент на полке покупатель ищет, в пользу чего он голосует своим рублем. Поэтому трендов много, все меняется, пандемия, пожалуй, ускорила те изменения, которые, наверное, зрели на рынке. И в ближайшие, я думаю, 5 лет мы продолжим видеть именно влияние 2020 года на все покупательские тенденции. Вот такие мнения звучат на конференции магазина 2021. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспертами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok